ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай, ну же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то не в столе работало. Так как салат я не умею готовить, он будет делать там другой. Просто, это называется, обратился по адресу. Мне на него просто нужно будет положить что-то. Мне кажется, уже красиво смотрится. Так. Сегодня я хочу поснимать небольшую тейблтом съемку, сделать себе фудрил из кадров еды. В основном все буду снимать на объектив 40-150 Olympus и на камеру GH5. А бэкстрейдж буду пилить на GoPro, потому что другой камеры у меня нет. И немного расскажу, с чего все начиналось. Вчера я уже пробовал отснять какие-то кадры, помидор у себя в комнате, здесь бросал салат. Но ничего такого, на самом деле, путнего не вышло. Хотя некоторые кадры действительно симпатичные. Но я думаю, что можно добиться гораздо лучшего результата. Я начал ездить в стол, и нужна была какая-то подложка, которой у меня не было. И я съездил к своему приятелю, вставлял в мастерскую. Ты что это устроил? Он мне просто из массива дерева, из обычного куска доски, выпил вот такую фактурную, очень гладкую доску. Шлифовал ее все края. Найс! Эта доска мне послужит поверхностью, на которой я буду делать какие-то эскизы, зарисовки. И я уже придумал себе небольшой список кадров, которые я также взял в других рилах, в других ребят посмотрел в рекламе. Сейчас это очень актуально. И выписал себе список кадров, завел, кстати, себе новый блокнот на 2021 год. И уже ходил в магазин, покупал какие-то продукты для съемки, но здесь не весь список. Я думаю, что съемка у меня вообще растянется не на один день, сегодня уже как минимум второй, потому что это не делается быстро. На самом деле, кажется, что фуд-съемка и вообще предметная съемка, это просто не тут-то было. Короче, самая главная беда в аквариумной съемке это вот эти вот пузырьки. Вот они. И хоть хорошо видно на свету, это пузырьки воздуха, и вроде бы как говорят, чтобы от них избавиться, нужно накипятить воду. Я не знаю, мне, честно, не хочется кипятить 20-15 литров воды. Я просто... Чтобы от них избавиться, нужно, короче, либо немного подождать, либо проводить по стенке вот таким образом и сбивать эти пузырьки воздуха. Они, конечно, очень сильно напрягают и смотрятся они не очень красиво. Поэтому я сейчас поэкспериментирую в контролом свете и после этого поставлю софтбокс, как я делал вот это до этого с духами дольщик и бан. Итак, для чего мне понадобилось снимать такое видео? В первую очередь я хотел сказать, что мы с тобой, как создатели видеоконтента, операторы, монтажеры, фильммейкеры, называй себя, как хочешь, киноделы, в первую очередь ремесленники. А каждый ремесленник просто обязан совершенствовать свое мастерство. И абсолютно не важно, в чем он специалист. Тот парень из столярки, он каждый день учится и создает что-то новое, так же, как и мы с тобой. Если ты всю свою жизнь снимаешь свадьбы, попробуй сними рекламу или документальный фильм. Если ты снимаешь какие-то инстаграмные истории, попробуй взяться за что-то объемное, например. Возьми пару интервью своих друзей и расскажи историю этих людей через объектив своей камеры, как ты это видишь. И у тебя получится первый твой документальный проект. Это очень интересно, поверь мне. На съемку этого видео меня вдохновил Алексей Андреев. Это оператор-постановщик, ты можешь знать его еще по каналу Оперпост. Этот парень дает реально уникальную информацию про освещение, про то, как нужно ставить камеру. Итак, с какими сложностями я столкнулся, когда снимал это видео, фудрил, это было в новогодние праздники, на самом деле прошел уже месяц. И первая сложность, конечно же, это то, что я не мог много экспериментировать с фруктами, овощами, ягодами, потому что в моем регионе это стоит все бешеных денег, очень дорого. Еще разок потратил полторы тысячи рублей, немного познакомлю вас с камчатскими ценами, так сказать. Вот у нас тут есть помидорки, 950 рублей килограмм, яблочки у нас по 300 рублей за килограмм, перчики четверо-ройни тоже, 350 рублей за килограмм, и лаймик, который стоит 100 рублей штучка, плюс хлебушек 100 рублей, и вот эта ягодка, я не помню, четверо-ройни 400 рублей за вот эту штучку. Короче, бюджет сегодняшней вечеринки у меня в районе полторы тысячи рублей. Второе, что я хочу тебе посоветовать, это найти вот такой рулон бумаги. Это крафтовая бумага, она продается, она так называется, я не знаю, почему она крафтовая, типа упаковочная бумага, она продается в рулонах в магазин художников, и там вот рулон такой бумаги, крафтовой, упаковочной, стоит 150 рублей 11 метров. Так вот я сейчас всю эту композицию буду собирать, разбирать, и для того, чтобы мне каждый раз не стирать со стола, не вытряхивать, я просто вот так сейчас, просто я ее со мной. Большая часть еды имеет округлую форму, это перцы, это помидоры, все, что округлое, естественно, будет отражать, а помидоры так вообще постоянно блестят. Хочу сейчас попшикать его водой, просто понять, как работает свет. Два контрольных источника света, которые дают как раз-таки здесь, плик, и здесь. Получается, по 45 градусов оттуда бьет источник, и второй источник отсюда, и отражателем подсвечивается вот эта тень, ее смягчает, получается, смягчает эту тень. Также фон у меня подсвечен сейчас просто торшером каким-то, для того, чтобы получился вот этот градиент, и была светлая, и темная часть, и сейчас просто буду пшикать водой, чтобы понять, как это все работает. Сначала ты всегда думаешь, что о, нифига себе, какой классный получился шикарный кадр, но потом, когда ты начинаешь разбираться, и тебе уже этот блик кажется лишним на помидоре, да и вообще, по-хорошему он не должен приковать. В этом вся есть сложность, и если у тебя есть кому посмотреть, кому проанализировать такой кадр, обязательно отправляй этому человеку. В моем случае, это мой дружбан, который живет в Питере, я отправляю ему свои работы, свои скриншоты, и он холодно меня спускает с небес на землю, и говорит, что вот этот блик, парень, здесь лишний, не убери его, пожалуйста. Еще мне хотелось добавить больше динамичных кадров, чтобы это была не просто съемка натюрморта, и статичная камера, или какое-то плавное движение, параномирование, например, на штативе. Мне хотелось добавить динамики, я пытался что-то подбрасывать, что-то кидать, использовал яйца, падающие в муку. По-моему, это был самый сложный кадр из всех, что я делал, потому что яйцо, пока ты его переливаешь, ну, отделяешь желток от белка. Я вообще ни разу не кулинар. Желток дело жидкое. Потом путем перекатывания взад-вперед с лизнью отделил. Вот, видишь, уже порвался. Блин, надо быстрее стимать. У тебя обязательно этот желток порвется, превратится в размазню. Потом каждый раз, когда тебе его нужно кинуть сверху вниз, после этого, естественно, если кадр не получился, тебе нужно все сминать, доску менять, муку менять, яйцо опять набирать. Довольно стрёмное получается. Желток так и норовит разлететься на вот такие вот мелкие частицы. И во время падения он становится не круглым, а разлетается, короче, как размазня. Вот такой, типа, результат. Я не очень доволен, что... Короче, съемка еды – это такая вещь, которая требует выдержки. Но мне действительно очень понравилось. Я вдохновлялся каждым кадром, потому что это несложно. Вся фишка съемки еды в том, что любой абсолютно человек может сделать такие кадры у себя дома, используя не обязательно дорогую камеру и не обязательно какие-то дорогие источники света. Нужно просто, чтобы у тебя был большой, хороший источник освещения. Это может быть даже не обязательно софтбокс, это может быть просто какой-то жесткий источник света, фонарь, который ты спереди закроешь каким-то фростом, белая простыня или просто кусок какой-то белой ткани. Ну что ж, надеюсь, тебе этот видос оказался интересным. Я очень хочу, чтобы ты сейчас вдохновился и пошел поэкспериментировать. Не зацикливайся на одной съемке, старайся развивать свое ремесло в том, что ты умеешь делать. А на этом все. Надеюсь, видос был полезен. Смотри полную вершину в инстаграме. Пока.